Извиняюсь, дорогие друзья, все, сейчас мы уже начали, я надеюсь, с Божьей помощью. Бывают в жизни ситуации, когда сложно что-то сделать. Бывает такое, мы должны быть к этому готовы. Значит, должны быть к этому готовы. Все, дорогие друзья, но сейчас, с Божьей помощью, мы уже начали в 10.10. Даже может быть красиво, я может даже урок перенесу на 10.10, чтобы было удобнее. Я не буду опаздывать, и красивое число, и необычное. Потому что, если мы начинаем четко в 10, это обычно. Все начинают или в 10, или в 11. А если у нас будет урок в 10.10, это будет интересно. Те, кто обычно опаздывают, они будут приходить вовремя. Те, кто не опаздывает, они и так не опаздывают. Всем шалом, закончились праздники осенние, начался чтение новой главы Торы. Заново мы начинаем весь цикл чтения Торы. Сейчас глава Берешит, Берешит Бара, в начале Бог сотворил небеса и землю. И сейчас мы создаем, как начало года, начало года, вот первая глава, мы читаем, как Берешит Бара и Луким в начале сотворил всесильный. Это Шамаем небеса. И все, что связано с духовными мирами, это Аретс. И все, что связано с материальным миром, это было как сотворение из ничего. Вначале был сотворен первоматериал. И говорит Рамбан, что этот первоматериал, он был разделен на два первоматериала. И из одного потом пошли духовные миры развиваться. Это Ашамаем небеса и все, что связано с небом. Это Аретс, вниз, вот так вот, земля внизу. Все, что связано с материальным миром, это все было сотворено в начале. И мы сейчас начинаем с себя заново. Это очень удобная такая штука есть в Торе, что ты можешь каждый год стартовать заново. И ты себя создаешь заново. И идет вот это вот такое саморазвитие. То есть идет Роша Шана. Ты осмыслил прошлый год, осмыслил себя. Сделал от раскаяния Хазар Бетшва. То есть ты обнулил свои установки, поставил заново установил. Переустановить операционную систему. Сейчас какой год начался? Это 1781. 1781 год. Мы сейчас находимся в операционной системе Тора 5781. И дальше ты начинаешь в этой операционной системе разворачивать себя и свою жизнь по каким-то правилам. Каждый человек живет по каким-то правилам. И вот по этим правилам, по каким правилам ты живешь? Вот это вопрос. Потому что каждый человек, он живет в мире своих правил. В мире своих каких-то интересов в первую очередь. Причем интересы, когда человеком управляют интересы. То это чаще всего называется блуждать, влекомый сердцем и глазами. Нас Тора предупредила, что если у человека нет такого намерения четкого, жесткого, правильного, куда он двигается, то тогда им управляет что? Тогда им управляет его сердце, в котором подсознание, в котором желание, буря, желание, эмоции. И глаза, которые следят за всем, что шевелится, за всем, что ярко, за всем, что прыгает. И тогда жизнь человека, она это называется, наверите, есть такое слово красивое, мебульбаль. Он такой мебульбаль. То есть он все время булькает, булькает, булькает. У него одна у него эмоция пошла, булькнул. Вторая эмоция пошла, еще булькнул. Тут глаза увидели, глаза видят, сердце хочет, руки-ноги сделают. И он все время, а еще у человека же включено по умолчанию такое качество, как зависть. И он все время цепляется вниманием за других людей. О, он делает так, и я буду делать так. О, а это так. А вот этот в инстаграме улыбается, значит, ему хорошо, значит, я буду делать так. И так далее. Но мы изучаем, слава Богу, Мишлей. Мы изучаем притчи царя Соломона. И в этих притчах мудрейший из людей царь Соломон, которому Бог открыл, он был пророк, ему Бог открыл полностью, как он видел все духовные миры, которые там ангелы. Ну, то есть он видел все духовные миры. И он был мудрейший из людей здесь. Почему он был мудрейший из людей? Потому что у него было намерение царя Соломона, было самое главное. Он хотел, он искал мудрость. То есть есть люди, которые ищут не удовольствия, не развлечения, не деньги. Они ищут и пытаются разобраться, как работает мир. Они ищут мудрость. Я сегодня, сегодня я утром молился в Синагодии. И видел, сейчас есть такая энциклопедия Талмудит. И есть, собрали все книги в компьютере. Такая есть компьютерная программа. И там все книги Торы, которые написаны за все поколения. Там более 60 тысяч книг. И когда ты открываешь любую книгу, например, да, то ты можешь посмотреть все комментарии, которые на нее написаны. Комментарии на комментарии. И так далее, и так далее. И есть люди, которые просто, они всю свою жизнь посвятили тому, чтобы разобраться, как работает жизнь, как мир работает. То есть вот они видят эту систему. Ученые, математики, они там в цифрах разбираются. Физики, в каких-то там физических законах уже открытых. А люди Торы, они разбираются в программном обеспечении, которое сделал создатель мироздания. Тора это программное обеспечение, по которому этот мир работает. И, значит, царь Соломон был из них мудрейший. Он во всех поколениях, он был самый мудрый из людей. И он, значит, с нами поделился в книге Коэлли. Это те, кто новый у нас ученики, если кто вначале только слушает урок. Вначале он в Коэлли, он поделился своими размышлениями в Экклезиасте. А зачем вообще мир? Зачем человеку жить? Какой смысл вообще в его существовании на этой земле? Всего лишь там 70-80 лет живет человек. И ему нужно обязательно наполнить жизнь смыслом. Кстати, интересно, я вчера только читал про вечером Стив Джобс, его предсмертные слова, когда он лежал в больнице. Он говорит, вот я лежу, смотрю на эту машинку с зелененькими лампочками, которая сейчас обеспечивает мою жизнь. И я размышляю о том, правильно ли я потратил свою жизнь. И он говорит, я всегда стремился к богатству. К богатству, к... И он говорит, ну сейчас я понимаю, что это было неправильное стремление, потому что вот я умираю, и все мое богатство, оно в никуда. И зачем оно мне, если я не могу продлить свою жизнь, даже на одну минуту я не могу продлить свою жизнь. И получается, что весь смысл, в котором он жил с детства, да, смысловое, что заработать денег, заработать денег, заработать денег, он оказался для него бессмысленным. В Коэлите царь Соломон, он объясняет смысл, ради чего все это. В Мишли он рассказывает, как мир работает, как жизнь работает и как жить. И мы сейчас находимся в 23 главе. В 23 главе мы дошли уже до... Вчера я для тех, кто живет в Израиле, в Израиле праздновали Суккот один день, и я нахожусь в Израиле. Я начал урок как раз, но потом вспомнил, что большинство живет за границей. Я остановил урок, значит, мы не продвинулись. Значит, мы закончили предыдущий урок позапрошлый на 30-м отрывке 23 главы. И в 29-30 отрывок, значит, царь Соломон спрашивал вопрос. Очень мне нравится вот этот 29-й отрывок, он очень такой смешно звучит, но очень глубокий. В 29-м отрывке царь Соломон спрашивал, он говорит, Леми ой. Кому ой? Кто кричит все время ой? То есть, кто попадает все время в ситуацию, когда он кричит ой? Леми ой. Тот, кто идет за своими желаниями. Тот, кто идет за своими хочу, значит, он все время потом оказывается в ловушке. То есть, хочу это ецерара, животное начало. И животное начало его ведет все время куда-то, да? И потом он заходит туда, потом кричит, ой, зачем я сюда зашел? Леми медианим, он спрашивает. Кто все время ссорится? Кто вступает в конфликты? Он говорит, конечно, леми всех, кто в пустоту болтает, пустые разговоры. Леми цаим хинам, для кого есть напрасные раны, пустые раны. Леми хахлылутэйнаэм. Тот, у кого красные глаза. В 30-м отрывке он объяснил, у кого красные глаза. Лемахарим аля яйен. Те, кто сидят поздно за вином. То есть, те, кто сидят, бухают по ресторанам, по компаниям. Те, кто сидят поздно за вином. Лябаим ляхкор минсах. Те, кто ищут в местах, где наливают более вкусное вино, чья жизнь построена, что они все время ищут развлечения и связаны с алкоголем. Теперь 31-й отрывок. Начинается с 31-го отрывка по 35-й. Сегодня, я надеюсь, мы закончим полностью главу 23-ю. Идет антиалкогольная пропаганда. Конкретно царь Соломон высказал четко и однозначно свое отношение к алкоголю. Говорит он в 31-й главе. Альтере я анти ит адон. Он говорит, не смотри на вино, что оно красное. Что оно красное вино, типа оно полезно, говорят. Знаете, когда человек сидит, выпить, не выпить, выпить, не выпить. И ему говорят, друзья, то выпей красное вино, давай, полезно для крови, для всего. И он, значит, выпивает первый стакан красного вина. Царь Соломона должен вспомнить в этот момент царя Соломона. Альтере я анти ит адон. Не смотри на вино, что оно красного цвета. Ти итен бакос эйно ит калек бамей шарим. Потому что, когда ты дашь уже свой глаз в стакан, ты будешь идти, тебе будет казаться, что все прямо, все легко, море по колено и так далее. Значит, это есть шутка такая, что если вы боитесь поправиться, и вот вы сидите перед ужином, и вы боитесь поправиться, боитесь, что вы много скушаете, то советы, советы для тех, кто боится поправиться за ужином, выпейте перед ужином 50 грамм коньяка. Зачем? И вы не будете бояться поправиться. Дальше будете кушать спокойно, потому что, когда ты выпиваешь уже 50 грамм коньяка, у тебя страх уходит, тебе кажется, что все прямо. Царь Соломон это объяснил 3000 лет назад, немного по-другому. Он говорит, не уговаривай себя, что вино полезное. Потому что, когда ты уже начнешь пить, тогда ты будешь уже, тебе будет казаться, что все для тебя дорога прямая, и 100 грамм не проблема, и 200 не проблема, и значит все не проблема. Так думает человек, который выпил первых 100 грамм. Я сюда специально приложу песню Семена Слепакова, как его уговаривали выпить, и как он все-таки его уговорили, и он всех там избил, убил. И в конце он говорит, что же мне теперь, седьмой раз за год искать новых друзей, я же вам говорил, что я не пью, не уговаривайте меня. Значит, 32-й отрывок. Ахарито кенахаш и шох. Он, царь Соломон, продолжает. Последствия вина кенахаш и шох, как змея кусает. Ути ципони яфриш. И как ужалит, как аспит. Значит, в то время люди разбирались в видах змей. Сейчас мы змеи видели только в зоопарках, и то не запомнили, как они называются. Потому что для нас это не вопрос выживания змея. В то время, когда люди жили на природе, да, когда была природа, города, как в Индии сейчас люди живут, тогда так жил весь мир. Вот в Индии коровы по улицам ходят, собаки там, люди прямо на улице иногда все туалеты устраивают. Так раньше жил весь мир. Были эпидемии чума, эпидемии холера, эпидемии оспа. То есть люди вымирали вот так вот прямо миллионами раньше, да, из-за антисанитарии. И они очень хорошо разбирались в змеях, потому что он смотрит, это змея, это луж. Его там не надо убивать. Или надо убивать, но его там, например, скушать можно. Ну, если люди... Змеи не кошерные, да. Но это самое... Но какие-то змеи, какие-то змеи там, вот можно... Они не ядовитые. Есть ядовитые, есть не ядовитые. А здесь царь Соломонам сравнивает алкоголь с двумя видами змей. Есть змея, которая кусает. Это нахаж, который кусает. А есть змея, которая называлась, на русский переводят аспит. А на иврите ее название звучит утиципони. Ципони ее звали. Такая ципони, что она была вся ядовитая. У нее даже любые ее выделения, ее возьмешь, обжегся, от нее там какие-то идут, то, что из нее выходит, тоже оно ядовитое. Так он говорит, алкоголь, он вообще ядовитый. То есть он настолько ядовитый, что когда ты его пьешь, оно тебя потом как змея ужалит впоследствии. И его все последствия для здоровья, это очень, это как яд ужалит, как аспит. 33-й отрывок, он продолжает эту же тему, последствия алкоголя. Он говорит, смотри, как только ты выпьешь, твои глаза будут сразу же искать женщин легкого поведения. Это первое последствие алкоголя, что мужчины, которые выпивают, они тут же теряют над собой контроль, и они начинают сразу искать каких-то женщин и так далее. Царь Самон предупреждает, он говорит, смотри, глаза твои, причем глаза твои увидят женщин вот этих вот легкого поведения. Есть такое выражение у мужчин, которые пьют алкоголь много, они говорят так, что плохой водки не бывает. Водка бывает или хорошая, или очень хорошая. И алкоголики так говорят. И некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки. То есть, почему? Потому что, когда они пьют водку, то им, у них меняется картина мира, и им в этот момент все кажется красивым. Включая женщин легкого поведения, которые, на самом деле, они ужасные. Теперь, вы ли бэхай да бэр та пухот, а сердце твое будет говорить обратные вещи. То есть, пьяный человек, он видит все в каком-то другом формате, да? То есть, ну, вы знаете, да, как ведут себя пьяные люди? Я помню на уроке Торы, у моего учителя Рабыцках Зильбер, Захрано Цедекли Враха, перед Пуримом. В Пурим есть такая заповедь, надо выпивать больше, чем обычно. И в Пурим, значит, написано в книгах по закону, что выпивать надо до состояния ада лояда, пока ты не будешь понимать. Но как это, некоторые это трактуют, что нужно напиться полностью, в один день в году надо напиться. Я помню, как спрашивали Рабыцках Зильбера, Захрано Цедекли Враха, как, значит, сколько завтра пить Пурим? Он говорит, вы знаете, я выпиваю чуть-чуть вина, я обычно не пью вину, а тут я выпиваю чуть больше, чем обычно, как написано. То есть, там, на глоток больше, чем обычно. А чтобы до состояния, когда ты не понимаешь, я после этого ложусь спать. Человек, когда спит, он не понимает. И я выполняю заповедь так. Ему тот, кто его спрашивает, говорит, ну а как же, вот люди пьют, там, сильно пьют алкоголь, все. Он говорит, вы знаете, я, говорит, я не пью. Я иду по тому мнению, что вот нужно выпить чуть больше, чем обычно. А почему, говорит, я еще когда был мальчиком, он говорит, мы жили в коммунальной квартире в Казани. Он 17-го года рождения. И у нас был в коммунальной квартире один жил человек, милейший человек, спокойный такой человек был, милиционером работал. Он семья, дети, все. Однажды он напился, пришел домой и убил всю свою семью, перестрелял из пистолета. Он говорит, поэтому я не пью. Он так спокойно объяснил разницу между пьяным. И он говорит, милейший человек, очень спокойный, все, хороший семьянин. И тут он напился и убил всю свою семью. Вот так он объяснил разницу в мышлении пьяного человека и трезвого. А говорит, вы дальше решайте сами. Если вы хотите себя отпустить на совершенно непонятное вообще состояние, значит, решайте сами. Значит, 33-й отрывок предупредил царь Салмон, что глаза твои будут видеть женщин легкого поведения. И будет сердце твое говорить вещи вообще, так уход, переворачивать вещи. Понятно? Теперь 34-й отрывок. Дальше он объясняет, как ты будешь себя чувствовать, когда напьешься. Он говорит так. В аита кэшохэв бле в ям. Тоже он приводит примеры трехтысячелетней давности. Для нас эти примеры могут быть непонятные. Змея укусит, а спит. Но царь Салмон говорил на языке того времени. И он говорит, ты когда напьешься, будешь как будто бы ты лежишь в сердце моря, посреди моря. Как на лодке посередине моря тебя болтает, болтает туда-сюда, туда-сюда. Я помню, я долго мечтал, ну как мечтал. У меня была такая идея, что вот если я стану когда-нибудь богатым, у меня будет яхта, куплю себе яхту. И когда-то я об этом думал, в детстве еще мечтал, не мечтал, была у меня такая идея, что богатый равно яхта. И потом мы поехали в Одессу, и я думаю, надо хоть раз попробовать, как ездить на яхте. И я, значит, сняли мы катамаран, выехали в море, и у меня началась качка, и мне стало так тошнить. Я, жена, дети, мы все нас начали тошнить до того, что прямо, ну невозможно. И катамаран вез нас к берегу, потом мы все в море за веревочки держались и плыли в море, потому что мы не могли сидеть на качающейся лодке. Так царь Самон говорит в 34-м отрывке. И будешь ты, как лежащий в сердце моря, и как лежащий наверху мачты. То есть, вначале ты будешь, как будто бы ты лежишь внизу лодки, и тебя будет качать, но потом тебя так начнет качать, как будто бы ты на мачту залез с большей амплитудой, еще большей. Я не знаю, что они в то время пили, но очевидно, что-то очень качающее такое, да, 34-й. И последний отрывок, 35-й, он заканчивает эту тему, мы заканчиваем 23-ю главу. В 35-м отрывке он говорит. Икуни баль халити, аламуни баль ядати, матай атиц осив авакшену от. Он говорит, ну самое страшное в вине, вот это, 35-й отрывок, это он подводит итог, что самое страшное в вине. Переводится так, икуни били меня баль халити, не было мне больно, то есть, пьяный, он падает, его бьют, а ему не больно. Аламуни баль ядати, аламуни это еще сильнее меня били, но я не знал, не знал и об этом, то есть, потому что человек теряет, как бы, осознание себя, когда он пьяный. Матай атиц, а когда я проснусь, осив авакшена от, буду искать того же, буду опять обухать. То есть, когда человек, он пьет, его качает, он делает разные ужасные вещи, его бьют, он, алкоголь потом, как змея, вот это вот, оно разъедает его печень и разъедает его мозг. Он становится, алкоголь убивает мозг, то есть, алкоголь, он убивает вот эти новые нейронные окончания. Я когда учился, учился я когда в одних серьезных местах, они говорили, ни в коем случае не пейте три дня после тренинга, потому что у вас те новые нейронные окончания, которые возникают, когда вы учите новое, когда вы выпиваете, вы просто это сносите вот так, и значит, и все. Зачем тогда учиться? Поэтому, когда царь Сламон говорит, когда пьяница, он отходит от этого состояния, он вместо того, чтобы осознать, понять и перестать, он ничего не помнит, что было. И он опять, как бы, просит, значит, когда проснусь, атиц, когда я очнусь от этого состояния, осив авакшена от, буду я дальше просить, пока не умру. У нас была одна знакомая, ее отец был хирургом, врач-хирург высочайшего уровня, талантище, люди его любили, но в советское время, когда люди любят, то они как Высоцкий Владимир, как талантливые люди, когда хирурги, то есть в то время благодарность в Советском Союзе выражалась алкоголем. На тебе бутылку, на тебе бутылку, на тебе бутылку, давай выпьем, давай выпьем, ты что меня уважаешь, не уважаешь? И значит, этот прекрасный хирург, он в итоге спился, потерял работу и стал бомжом. И умер бомжом на улице, то есть есть истории, люди спиваются, становятся бомжами. Почему? Когда они очнулись, вместо того, чтобы понять, что никогда больше, они начинают опять бухать, чтобы опять вернуться в это состояние. Все, удачи, успехов однозначно, 23 глава, царь Соломон выразил свое отношение к алкоголю, поэтому дальше уже каждый для себя решает, что с этим делать, но вот это вот отношение Тора, отношение мудрейшего из людей к алкоголю. Все, всем удачи, успехов. Хорошо, что мы этот урок изучили после праздника Суккот, потому что, кстати, в праздник Суккот принято и радоваться, а в Талмуде написано, нету радости без мяса и вина. И многие считают, ага, значит, в Талмуде написано, что нет радости без мяса и вина, значит, надо выпивать. Но, значит, вот у нас есть сейчас четкое понимание, что лучше не пить. Все. Удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok